Всем привет! Сегодня я покажу как собирать ядро Linux. Вообще это очень полезное умение. Также если у вас какие-то проблемы с драйверами, драйвера на Linux это именно проблемы ядра, то это все можно пофиксить просто собрав правильное ядро Linux и установив его на систему. Вот самое правильное ядро Linux, допустим у меня, у меня проблемы со звуком и звук у меня работает только вот на 5.15.107. На более высоких версиях ядро звук уже у меня не работает. Скорее всего это из-за кривого драйвера. Если у вас какая-то другая проблема с драйверами или вы просто хотите собрать ядро Linux, то следуйте данному гайду. Я покажу как его конфигурировать, собрать и установить собственно на текущую систему Linux. Мы скачиваем последнюю... Нет, мы не скачиваем последнюю версию, мы скачиваем 5.15.107 и кнопка Tybo. Собственно это все на сайте kernel.org находится. И ждем пока скачается вот наш Linux. Также тут как видите есть кнопка патч. И патч это не просто там какое-то исправление ошибок нет. Это дополнительный функционал для ядра. То есть вместо того чтобы скачивать новые ядро мы просто можем поставить патч и апгрейдить функционал до ядра новой версии. Мы переходим в загрузки, ищем ядро и его собственно распаковываем. Кнопка извлечь сюда или extract here. И вот оно у нас извлеклось. Заходим в папку с ядром и мы видим тут много-много файлов. И мы открываем тут терминал. Заслиг терминал. И как настроить это ядро. Как его сконфигуировать, чтобы оно в принципе работало на вашем устройстве. Потому что по умолчанию вот только вот столько что скачанной сборки. Оно возможно даже не запустится и не собирается. Сейчас я покажу как его сконфигуировать. Так, начнем с конфигурации ядра. Ну, во-первых, нам нужно уметь владеть командной строкой терминалом Linux. Видео по этому есть на канале. Мы вводим ls и мы видим, что у нас тут нету конфиг файла. И для того, чтобы создать этот конфиг файл, точка конфиг, чтобы создать конфигурацию ядра, есть много разных способов. И самый старый, самый простой это make конфиг. Вот make конфиг. После того, как вы взяли эту команду, у вас будет очень много вопросов. Около трех тысяч пунктов там. Вот. И вы таким образом настроите конфигурацию. Какие треверы оставить, какие нет. Вот там не только треверы. В общем, конфигурации. Этот способ будет работать везде, даже на утюге. Но это старый способ, и он сейчас уже не актуален. Сейчас есть menu config. Menu config это уже тоже делается в терминале. Это не графика, это псевдографика, так называемая. Menu config. Тут мы можем ходить по разным пунктам и выбирать что-нибудь. То есть пробел это мы меняем значение. Вот. Так вот. Есть звездочка. Это включить прямо в само интро. Буква M это как модуль поставить. И где же это тут? Ну нету тут сейчас. Где тут? Вот. Буква M. Это включить как модуль. Оно будет в отдельной папке. Отдельно от ядра. Ну и также если пусто, значит оно в ядро вообще в принципе включено не будет. Чтобы выйти мы просто стрелками влево-вправо вот тут в нижнем меню. Входим и нажимаем exit. И чтобы сохранить yes, чтобы не сохранять no. Я сохранять не буду. Я покажу еще один более хороший способ. Это мы скопируем конфиграцию с сей текущего ядра. Просто 3000 пунктов конфигировать это слишком много. Чтобы скопировать конфиграцию с сей текущего ядра, если оно у вас рабочее, вы просто хотите поставить более высокую версию ядра. Чтобы скопировать конфиграцию, мы должны скопировать .config файл. И сейчас я покажу где он находится. Итак, в какой же директории это все находится? Он находится в директории zr.src. Вот мы вводим ls и мы видим, что у нас тут действительно есть папки с самими ядрами. Здесь есть linux 5.1556, также 69, 70 и вот это все мои ядра, которые тут когда-то были. Три ядра. Смотрим самое последнее. Тут, если вы на минте, то мы используем версию с подписью generic, не обычную, а именно с generic. Вот. И мы копируем название. И последнюю версию, конечно же, используем. И далее мы что должны сделать? Какую команду? Мы должны скопировать .config файл, всю конфигурацию ядра. Просто если оно на минте сейчас работает, значит и в нашей конфигурации будет работать. Мы вводим cp, то есть копировать, там user.src и здесь вставляем папку с ядром, нашу как раз таки. Далее слэш и точка конфиг. Вот у нас файл, который мы будем копировать. И далее мы вводим директорию, куда будем копировать. В данном случае мы копируем в нашу директорию, поэтому мы вводим просто точку до нашей директории. И у нас он тут не отображается, потому что это скрытый файл, начинается с точки. Поэтому мы введем ls.config. И мы видим, что у нас тут он действительно есть. Далее, если у нас версии ядра отличаются, то есть мы собираем 15.107, а тут 15.0, то нам придется сделать make и old.config, чтобы оно все правильно конфигурировалось. Потому что файл от старого ядра, а в новом ядре появились новые пункты, которые тут не выбраны. И для этого есть тоже специальная команда old.config. Enter, и у нас задается несколько вопросов касательно ядра самого. И здесь мы выбираем нужные ответы. Если мы ничего не хотим выбирать, мы просто нажимаем Enter. И будет у нас выбрана за нас по умолчанию ответ. Если мы не знаем, что за вопрос, мы, конечно же, вводим вопрос. И нам мини-справка по этому пункту. И здесь мы выбираем n no, e yes, и вопрос это справочка. Если нажать просто Enter, как я говорил, по умолчанию вариант. Он выделен большой буквой, значит по умолчанию будет n. Ну, я ставлю yes. И здесь m, то есть модуль. Здесь no. Ну и все. У нас было мало вопросов, потому что версии ядра мало отличаются. Но если у вас конфиг это ядра третьего, а вы собираетесь шестой, у вас там будет, может, даже сотни вопросов, если не больше. Поэтому, если вопросов слишком много, можно просто Enter нажимать. И таким образом будет выбираться ответ по умолчанию. И все будет нормально, все будет работать. Все у нас конфигурация записана в .config файл. Мы также можем что-нибудь опять поправить. Через меню конфиг. Вот. И мы можем тут что-нибудь поправить. То, что нам не нравится. Допустим, вот это выбрать. И просто нажать Save. И все. А все сохранится. Чтобы выйти из текущего раздела, два раза Escape. Ну и вот, все у нас ядро сконфигурировано. И мы можем его собирать. Для того, чтобы собрать только модули. Команда Make Modules. Для того, чтобы собрать сразу все ядро, мы просто вводим Make. Вот у нас очень много файлов появилось. И самое главное, папка стала весить около 20 гигабайт. Сейчас оно погрузится. Вот 20 гигов. И поэтому вам понадобится очень много свободного места. Ну так вот, ядро у нас типа собралось. И далее, чтобы его установить, мы вводим Make.Modules.Install. Это только для установки модулей. И далее мы вводим через пробел Install. Это чтобы сразу установить ядро. То есть сначала у нас модули устанавливаются, а потом уже само ядро. Вот. Или можно поучерезе эти команды вводить. То есть сначала только Modules, а потом только Install. Тоже будет работать. И после того, как вы ввели две эти команды, у вас произойдет два действия. Во-первых, модули у нас находятся в папке LibModules. И у вас здесь появится папка с вашим ядром. В данном случае это 5.15.107. Здесь будут все модули. И после того, как вы введете Install, в каталоге Boot появится ваше ядро. А именно появится vmlinux файл, system.map, config и init.rd. Они тут все появятся. Ну и все. Таким образом мы сконфигурировали ядро, собрали его и, собственно, установили. Ну и также еще хотелось упомянуть об одном баге, который начинается с версии ядра 15.15 как раз-таки. И выше на всех ядрах он есть. Если у вас влезает ошибка в терминале про сертификаты, то вам нужно, во-первых, найти вот такую строчку, config.system.trusted.case. И оттуда убрать все содержимое. То есть чтобы осталось вот только пусто. Вот такую строчку надо найти. Это все в файле .config. Вот тут самая .config файл. В нем нужно найти вот эту строчку, которую я сейчас показал, и убрать из нее все содержимое, чтобы только так осталось. И также еще нужно будет найти вот эту строчку. Config.system.revocation.keys. И отсюда также убрать все содержимое, чтобы осталось только вот так вот. Даже без пробела, просто все. И после того, как вы убираете все содержимое из этих двух строчек, то у вас этот баг пофиксится и ошибки про сертификат больше не будет.